Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян провел физкультурный мастер-класс для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва округа. Мероприятие состоялось при поддержке партии «Единая Россия». Подробности в нашем сюжете. За достижение в спорте, за хорошее завершение лыжного сезона хочу поздравить его, вручив ему спортивный инвентарь. Как бы величайший спортсмен на Кубке мира выступает на таких же лыжах. Зарядка со звездой началась с награждения люберецкого спортсмена Артема Баркова. Это уже пятый лыжный комплект в его спортивной коллекции. В свои 15 лет Артем выполнил разряд кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам и одержал победу на первенстве России. Была в 2014 году у нас Олимпиаду в России. Наши лыжники там достойно очень выступили и вдохновило. И подхватил их, тоже выступаю, тоже бегаю. Сейчас лет 8 уже. Пол жизни, больше даже. Звездой спортивного мастер-класса выступил заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян. Он многим известен как русский халк. Атлет является рекордсменом мира по силовым номерам. Я сделал акцент на правильность выполнения упражнений. Как это лучше делать, как это правильно сделать, как человек, который имеет довольно-таки приличный опыт в занятии спортом. Для обывателя как минимум 2-3 раза в неделю. Не менее того, профессионал занимается до 5 раз в неделю. Сергей выполнил с ребятами основные упражнения на все группы мышц, а также продемонстрировал рывок и толчок гири. Особенно школьников впечатлили сгибание сковороды и взрыв грелки. Данное мероприятие, оно нацелено в первую очередь, чтобы в период каникул ребят вытянуть из дома, нагрузить их активными двигательными действиями, чтобы они не сидели за телевизорами, не тухли за телефонами, чтобы занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Тренировка прошла в рамках проекта «Детский спорт», организованного партией «Единая Россия». Около 50 учеников спортивной школы Олимпийского резерва приняло в ней участие. Люблюсь в ребятах и в портах! Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...